Как я могу их объединить в целостность проекта управления? Никак. Но это реальность. Все еще не имеют. Показываю каким образом слово проект, определяясь в рамках моего модели. По смыслу, по здоровью. Итак, мой проект – это всегда приращение некоторой ценности в продукт, обладающий большие ценности или иной ценности. Других вот таких базовых смыслов у проекта нет. Если кто-то придумает, скажите мне. Значит, дальше я просто опять же расскажу из самых других действий. Хорошо. Опять, я могу закончить с любого конца. Ну, любой проект, он всегда содержит некоторой цели и всегда он содержит бюджет. То есть из чего-то должен начать затратить, чтобы чего-то получить. Как у года матросов, помните, да? Вот. Идем дальше. Но когда я что-то бюджетирую, значит, для этих бюджетов нужно было средствами. Купить работников, купить продукты, купить технику, купить эксцессы. Ну, в нашей экономике еще кого-то купить, чтобы проект пошел. Значит, вот что, бюджет делается. Бюджет делается по программам. Просто если я беру бюджет, и у вас как это обычно ловкость, очистить, освоить бюджет. Огну программу издаваем. Ну, освоить. Потому что когда я делаю проект, я всегда стремлюсь сделать лучше, чем есть сейчас, и чем есть у кого-то. То есть я обязательно включаю. Тут приятные обстоятельства. И я всегда делаю бест-практиц на лучшие образцы. Поэтому проект не летели на лучший последний проект. Кстати говоря, вот если вы посмотрите проект управления, вот все стандарты, то там вы найдете, там уникуются вокруг там тайминга, что считать, после чего считать. Но, как правило, вот во всех стандартах вообще нету вот такой, что ли, сущности, как конкуренция, как мне говорится. Я считаю, что сегодня без этого ни одного проекта, ни одного проекта не имеет смысла. Когда мы выбрали образец продукта того, что будем создать, значит, создается технология, в которой продукт создается. Иначе я не понимаю, как я это делаю, что я целью поставил, а как я делаю, не понимаю. Изрукая производство, того, что я придумал и продумал. Итак, значит, дальше я показываю, что у каждого из этих, изграний, что такое бюджет. Бюджет включает в себя затраты, неофициальности, с целью получить доход. И бюджет реализуется для предупреждения, в виде сметы, которые я пишу для этого проекта. Чем отличается бюджет, как доходы и затраты от сметы? Тем, что здесь я предлагаю инспекцию отчитываюсь, а здесь я делаю, делаю, делаю. И у меня как бы критерий, конечно, друг, друг. Вот просто я говорю о том, что вот в данном случае я не говорю ничего такого, чтобы выцарать здравого смысла по каждому элементарному кусочку. Просто я эти кусочки между собой сложил в ценностях. Здесь появляется бизнес-процесс. Это оборот ценностей в проекте. Это комплектация продукта. Это оценка своего проекта как ценности. В том, что в проекте я могу продать, он тоже ценностью является. Это расчет проекта. Без расчета я не могу сейчас посчитать, я не могу программу срулить. Это использование ценностей. То есть она полезна для меня или не полезна. Это обоснование проекта. Это осуществление проекта от цели кооператора. Это кооперация. Я как оператор должен собрать вверху общую команду. Это сравнение, когда я выбираю образцы лучшие. Это выбор, когда я бы здесь как бы остановился. Это составление продуктов по образцу. И здесь интеграция. Я прошу, я тебя забыл позднее. Это интеграция. То есть у меня оператор соединяет свои усилия. Один делает одно, другое, и они продукт интегрируют в процессе своей кооперации. Вот по сути дела все, что я сказал, это простые слова. По здравому смысл так оно и делается. По другому не делается. показывает, как дальше одну вещичку. Каким образом связать такой элемент проектного управления, как бюджет с показателем. Вот я показываю, что из шести грамм проекта выбирается по идее бюджета. вот он расписан более детально. Итак, здесь у меня есть у бюджета как у параметра проекта три аспекта. Это затраты, доходы и смены. Я вам показывал, что у меня шесть характеристик у показателя. я здесь выбираю измерения. В данном случае, по словам, бюджет это в день из тысячи рублей. Это граница измерения, это объемы, лимиты, в которых у меня существует бюджет. Это значение показателей. Это величина доходов и расходов в каждый момент времени. Это текущее состояние на момент фиксации. Это нарастающий итог, когда я фиксирую изменения. Индикаторы. То есть я сроки исполняю, не исполняю, но по сути дела я беру с мета, он мне выражается, предстоящий расходный, предстоящий доходный объект. То есть я перехожу вообще в район язык упал и ничего нового я не ношу. просто на все это дело упорядочено все навсего. А дальше с точки зрения IT привозчик я просто беру и для себя делаю некоторую шкалу. Вот. Какие значения у меня хорошие, какие значения плохие, какие недопустимые, какие критические. И мне вот эта визуализация она и позволяет контролировать проект. Вот. Тогда я понимаю, что я верю со смыслом и тогда я опять же в сон и сроки применяю не просто дайвить отчет, а вот тогда у меня сама система она сама хирует аналитику. Второе. Модель про линзенцев и организации. Вот вы знаете в свое время Нордан Каплана книжки написали про систему сплассивных показателей и про организации основные стратегии. В чем смысл книги? Значит, смысл заключается не в том, что на них совершенно стратегические карты, это люди интуитивно хорошо значат экономики, они не хотят поставить проблему. Проблема заключается в том, что в современной экономике, о чем я раньше говорил, что необходимо наглядное представление, как это сформировать нематериальные активы финансовые результаты. В современных компаниях повторяю, что материальные активы имеют небольшое значение, не больше с 5%. Все остальное связано с нематериальными активами. Поэтому когда я планирую предприятие и когда я это предприятие и действие предприятия обсчитываю, то я должен понимать, что мой персонал и материальные активы, которые генерируются, они оценят генерацию предложений, которые мы придумали. И вот я их общиную. И вот по сути дела управление целостями оно связано с этим. Не с тем, да сколько табуретов назову и на скансах, а именно какие предложения генерируют и кого у них перспектива. Купят, не купят, тогда это потом. То, что я проект делаю, я проект делаю не для того, чтобы сам делаю проект для того, чтобы продать. Это я генерирую предложение. Это предложение имеет цены. Итак, кстати говоря, значит, тоже вот выставил такая вещь, что у нас стандарты вот эти проекты мы написали свой стандарт, перевели. Значит, теперь возникает вопрос, что вот есть ценности. Это главный смысл в том, что мы управляем. Я спрашиваю, а есть ли стандарт управления ценностями в тот период времени, когда мы говорим о том, что эти ценности, их нужно будет вообще так сказать. Стандарта нет. Алгоритма управления ценностями нет. ну, да, многие там рассказывают фрагменты, может быть, здорово, профессионалы, в своем деле, они могут там или с внутренним активом работать, или с внутренним активом, но все это, как бы, все это, как бы, он либо локализован, или не может быть, что подержим. Так вот, я просто показываю. Итак, любая ценность, поэтому, заметьте, потому что у меня любая ценность, она связана с организацией. Как связаны? Любая организация, она чего-то стоит на рынке, она сама по себе ценность. То есть, значит, когда мы говорили, что вот главный вопрос, мы делаем, это вопрос примыкания. Так вот, организация ценности, если в какой-то мере знак раз поставить, это в 2-3 степени тоже стоит. Потому что, когда я говорю, а два организации, какая ценность? Я смотрю, сколько она стоит на рынке. С другой стороны, организация эти ценности оборачивает. С другой стороны, ценность производит. Как она их производит, значит, ценности? Тому, что их оборачивает в проекте. О чем я раньше говорил. С чего начинается любая организация по этой ценности? Ну, не то, что это начинается, но, тем не менее, как-то, взять этот атрибут. Вот. Эта организация всегда договорится о ценностях. Сколько я стою? Чего я хочу умножить? Чего я хочу получить? И все это оформляется соглашениями и договорами. Поэтому, опять же, я должен договориться о том, что я делал, кому-то предлежит православственность. Вот эта штука всегда требует договорных отношений по поводу ценностей. Либо употребляемые, либо задаваемые, кто-то подобные. Второе. Когда я собираюсь ценности создавать, или когда я собираюсь ценности оборачивать, вот, это связано с предприятиями. Какое это имеет значение? То, что любое предприятие, оно имеет всегда капитал. Устал никто, обороты и так далее. Что все есть нормативы, как предприятия эти и компенсации используют. И здесь есть регламент, по которым организация это работает. Поэтому, вот, любые наши вещи, которые я в договоре скрепил, оно определяет вообще то, каким образом предприятие начинает вот эти ценности потреблять и воспроизводить. Значит, дальше, любой договор, он всегда предполагает согласие волю или наоборот, что-то волю подарить. Есть, вы знаете, плохое ощущение дружеское, есть плохое недружеское плащение. Но, в конечном итоге, любая ценность, он всегда предполагает договоренность, всегда предполагает сознание. То есть, чтобы, вот мне кажется, что я вот ценность, она мне стоит столько. А другому кажется, что стоит столько. Так вот, опять же, полить ценность, это предмет сознания. И даже сознание, массово сознания, которое я путем с голосования на школе, довожу до какого-то общего понимания. Значит, дальше, когда я ухожу на рынка, на рынке, я понимаю, что не я первый в этом мире живу и что существует на обречении. Не просто я вот беру какой-то продукт, произвожу и называю им какую-то цену. Значит, это уже сложились правила, наши правила, где прежде всего разница, способа, предложения. или я наоборот ввожу, я один на рынке. Тогда обычный я сам начинаю создавать на этом рынке. Я как бы сам начальник этого рынка. Значит, дальше любые ценности. Вот это всегда средства оборотов, на которых человек понятен. И дальше мне уже показано, что любые ценности они связаны с бюджетом. Итак, вот и дала модель концепта ценности для того, чтобы сделать те же форматы описания, которые устроят либо лунтеров и стратегов и так далее, и так далее, и так далее. Я просто хочу показать. Вот ценность это прежде всего собственность. Когда мы решаем проблемы с импетриальными активами, у нас слово не только собственность часто звучит. от понятия собственности. Но, как правило, с правами на листатой интеллектуальной деятельности у нас плоховато. Практика плохая. А как мы идем в свой мир мультиспроактивы на первом месте, если мы это задачка еще и плохо. Второе. Любая собственность, которой я оформил права на нее, ее нужно перевести в экспрессовую форму. Нужно капитализировать. здесь опять же возникают некоторые сложившиеся практики в своей сложности. Вообще говоря, любая капитализация, например, потому, что уже с налогоблагаемой базы. А я еще не знаю, продам я это заработка или не продам, заработанные или не заработанные. Вот здесь мир идет в пути, что, как правило, не оками они списываются в расходе и на счеты ставятся. Что вопрос, за сколько я продам, решается тогда, когда я ухожу на рынок и тогда у меня эффектальная собственность, как капитал с нулевой стоимостью становится активным. И тогда у меня же идет вот по спросу предложения, уже начинает каким-то образом формироваться цена. Если мне никто не покупает денег, я никого не могу быть в обычный мир. Ну, мир за капитал. Дальше пахнет. Значит, дальше, когда я со своим нематериалом активным, ну, с какой ценностью ухожу, значит, смотрю, у меня этот ценность работает, когда он может быть стоим как средством для проекта, когда я могу вложить в проект. И вот именно вложение в проект определяет стоимость, реальность стоимости вот того, что я делаю. Вот. Значит, и когда значит, я эту стоимость вкладываю, куда, для меня это некоторые затраты. По этим затратам я потом определяю и цену, и какая доля мне по какому-то принадлежит. Я сейчас не буду вот в деталях говорить, я просто говорю о том, что вот этот процесс не так. Любая собственность, то есть любая ценность, она имеет ценность. слово ценность, а слово цена происходит. Оно может быть ценностью только тогда, когда кому-то принадлежит. Если кому-то принадлежит, никому не нужно. Этот ценностью всегда нештатализированный для экономической структуры. Это всегда некоторый актив, который определяет способом и предложением. И всегда некоторый стоимость, как средство, которое вкладывают в проект. Это всегда некоторые затраты, которые форексуруют бюджет. Вот по сути, дел исходить модельный модель для описания стандарта, чтобы ценность и как ей управлять. Кстати, Валерий показывал такой заказ. В принципе, сейчас вроде бы начинает генерироваться, чтобы сделать свой стандарт в момент ценности. Теперь дальше. Что еще сделать? Дело в том, что вот словари, которые существуют, они описывают, что в каких значениях слово употребляется. Но здесь у меня набор слова является правиловательным к самому смысле. Потому что я говорю, что это ценность. Да я нарисовал ценность. Ну и так понятно. С помощью этих слов. Мне не нужно дневно-словесных определений. Значит, если это на словаре, он стоит из таких фрагментиков. То есть эти фрагментики, они представляют себя детали из-за условной сборки. Вот из-за этих фрагментов я могу составить по алгоритму составить с условной косменности. И дал определения, которые в значительной мере совпадают с классическими определениями в словарях. Вот. Но, тем не менее, они как бы привязаны к этому слову контекст. Сразу еще сказать, что когда я занимался этой работой, то было так, что у меня стандартно. четыре срочки на каждом определении, чтобы и понятно было, о чем значит, что это правильный значит, но и в то же время, чтобы ограничить, чтобы не напрягать чтение не нужно. Кому нужно словарь полезно прочитать. Так вот, я хочу сказать, что когда я напирал текст для каждого шестицов двух понятий, для того, чтобы четыре срочки пройти, значит, было так, что я из двух слов страниц слова не мог набрать четыре срочки. Просто такая ситуация. Хочу бы еще развернуть, что слова и смыслы вещи разные. Вот я показываю. Итак, значит, с чего начинается цель? Начинаются интересы. Значит, цель включает сознание. цель включает бюджетирование средств ее растяжения. Цель включает решения, которые я принимаю. Цель включает программу, в которой реализуют решения. И цель включает деятельность, которую я либо планирую, либо уже начал существовать. Итак, дальше я цель как лего собирает изъявление в свою конструкцию. Можно просто узнать, когда говорят, я почему обращался к югам, их архетипам. Дело в том, что эти понятия, они, как правило, заложены у каждого более-менее для человека в качестве архетипа, в качестве подсознания. Поэтому когда у вас проще скажешь, какая цель, начинает плыть, начинает подбирать слова. Тогда я начинаю помогать. Итак, я говорю, цель без субъекта не моварить. Ну, конечно же, все будет известно. Цель предлагает привести волю субъекта. Слушайте, я ничего не хочу, ничего не нужно. Я цель не поставлю. Цель предлагает некоторую ценность. Если цель не цел, она никому нужна. цель всегда предлагает обращение к будущему. Потому что это осталось вперед, когда цель стала. Цель всегда обращена к тому, кто ее будет делать. Я никого-то найму. Оператора, деятель должен быть сделан. И цель всегда предлагает задачу. Потому что цель она формулируется с точки зрения субъективного понимания. А задачу я должен сделать так, чтобы исполнить эту задачу решить. дальше понятно, что цель бывает без интереса, цель бывает без сознания, цель предполагает жизнь, ее достижение, правограмму деятельности, саму деятельность и решение, которую она понимает. то есть в принципе не нужно этих словарей. Вот это, я уже оценил, сказал, очень много. Что если человек по этой матрице будет понимать цель и рассказывать про нее и своих причиненных, если договорятся, вот это есть способ взаимопонимания и с причиненными, и с машинами. Еще один сюжет. Он говорит о том, что нужны идеи, быстрее. Сейчас. заканчиваем. Быстрее воплощить продукты. Появилась технология гибкого управления подозвольными без жира. Значит, о чем этот разговор? Здесь очень важно является появилась хорошая идея. Не нужно дожидаться ее совершенства. Нужно с нее уходить на рынок и уже в зависимости от того, как потребитель ее реагирует, я дорабатываю. Вот весь смысл. Значит, здесь возникает масса предложений, как говорю, лучше, и завладельцы продукта, сортировка, чем изначение, чем изначение. Его свои критерии пользуются. Ну, по сути, вот, нет вот такая общая установка того, что называется технология держания. Показываю, как это решается в моей модели. вот, я беру вот эту циклу, у меня же она модель объема, поэтому, в принципе, один из циклов критический путь. Вот я здесь нарисовал. Значит, и так, здесь у меня, вот, в идеальной области, там, где я тебя придумал, где я собираюсь сделать что-то, слушай, я всегда ищу идеальное решение. Вот есть продукт, я хочу отсовершенствовать. Ну, а мне говорят, что, слушай, твоё решение может быть идеально сфиксируется с точки зрения, но её никто не купит. Это просто лосовство ценностей. Так, паспорт, я знаю, что называется технология джар, это есть лосование продукта. Как наиболее совершенное решение, всего ценностей для потребителя. Вот, после этого дела, смысл технологии гимкого управления перед этим решением. Дальше я показываю, что в конечном итоге я совмещаю два процесса. Процесса человека, который через одни их забриды, с процессом человека, который хочет не смею удивить своими набилками. И всё это уходит в понятие продактного. А в конечном итоге у него сейчас продукт, который я делаю, значит, он состоит из двух вещей. Это я уплотил некоторый образ творческий. и я произвёл ценности. Вот, по сути дела, просто я вам рассказал смысл, это слово литр, обезжаем. Здесь я хотел обратить внимание ещё на одну вещь. Вот, в последнее время говорится слово платформа. Вот, платформа, это и есть. Оно, то есть, на ней техники, на которой я что-то делаю. Это значит, на ней культуру. Потому что платформа отсюда некоторая культура, техническая, никакая платформа, вот, она может быть придумана, она всегда базируется. Да, заканчивается. Да, заканчивается. Вот. Значит, и вот, я слышал в этом зале спор, когда инвестор спрашиваю, вот вы делаете платформу, как инвестор, вы культуру производите. Отвечаю, что вы производили не продукт, мы производили платформу, которая предполагает и потребитель, и так далее, и подобное. Вот я просто слушаю, и у меня вопрос. Значит, когда я что-то произвожу, прежде чем, опять же, то же самое сделать, например, юбор, я бы взросл, вообще, как продукт, в этой платформе, это всегда продукт, который, в честь пособода с продуктом. И это важно. То есть, любая производственная платформа тоже проектный способ решать. Я вижу, проект, эрудий, это вот то, что описано в своей конструкции проекта. Дальше. Я перехожу уже к другой части. Я начинаю свой продукт эксплуатировать, и тогда у меня появляется совершенно другое смысловое значение того, что я сделал на этой платформе. Здесь, прежде всего, у меня речь идет по словам стразакций, которые совершаются, трансакции, они всегда выпадают реквариент, в которых я считаю. В рублях сейчас стало считать трудно, и безумно трансфорицы приходят биткови. Я просто показываю, что посмысленно всегда некоторые рекварианты. Рубрии, какие-то натуральные вещи не будут не будут сейчас по времени показывать, я просто показываю, что я пишу высписловой контекст. Только таким образом я могу развести одну в другую, но, к сожалению, вот очень грамотные люди, они будут все не могут договориться по сути проблемы. Общие люди. Своя экономика пьет свой формат аллергической экономики. То есть, если я экономику давил довольно угарительно, то потом я могу перестать цифру. Что у вас аллергической экономики?